Ну вот, пример такого старого искусства ритма, раз мы заговорили про Гансу Фонбюлова, то и послушаем его прямого ученика, замечательного немецкого дирижера Макса Филлера, который, кстати говоря, приезжал, по-моему, не раз на гастроли в Петербург, и даже исполнял здесь шейхерозан Николая Андреевича, о чем тоже надо будет, наверное, впереди в связи с Николаем Андреевичем и поговорить. Макс Фидлер, с ним общался, если мне помнить не изменять, Глазунов, был хорошо знакомый, переписывался с ним потом уже и в поздние годы, когда он сам у него был в Париж, умер в 1939 году, и вот на наше счастье, на нашу удачу, в начале, на протяжении 30-х годов он сделал несколько записей. Фидлер считался, конечно, таким образцовым интерпретатором именно симфонии Брамса, вот есть записи, читают полностью 2-й и 4-й симфонии, 5-й симфонии Бетховена, даже Свита Чайковского, из Щелкунчика, записано в 1937 году. Вот вторая часть 2-й симфонии, предлагаю ее послушать, может быть целиком, а может быть какую-то часть. Непривычное движение, постоянное на замираниях. Вообще, эта школа Аганса Фунглёва отличалась вкусом к замедлению, к такому аганическому рубату, в котором есть какой-то смысл и необходимость, надо быть именно в замедлениях и расширениях, причем Балеку или Енатажеву, тем более. Балеку или Енатажеву 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 Эту вообще план симфонических частей Фиблера даже и Балеку начинать очень сдержанно и постетенно набирать ход и ходить к какому-то новому темпу ровно в соответствии со старой классической немецкой традиции, в которой даже не Вагнер был первым и не Ганс фон Биулов понятным, то, что сформулировал Карл Мария фон Вебер, то, что знал уже Битхоин, а очевидно и до Битхоина, нет такого проекта, в котором не нашлось бы места для замедлений и спокойного движения, и нет такого отмедленного движения, в котором не нашлось бы места для подвижности, для обозначения всех этих перемен нет указаний, и метроном не поможет, все это музыкант может найти в своем сердце, а если нет, то, значит, вот никто и ничто уже не поможет. Вот примерно так в одном из писем Демер говорил об этом искусстве темповых модуляций. Темпа Рубата в его новом, позднейшем значении с конца XVIII века, начиная как агоническое Рубату переменной темпа. И вот это замирание, как бы затягивание, да, замножение, сдерживание изо всех сил в самом начале второй части, то, что сегодня редко уже услышишь, позволяет Фидлеру сделать необходимое биомосовое, там, где требует материал. Более мелкие метрические категории, новые темы. Вообще правило, вагнеровское правило темпа, кстати говоря, новый раздел, новые темы, новый темп. В эти моменты как раз и получается то настоящее искусство кадансирования, каданса, то есть, по сути, выдоха, остановки, в котором мы ощущаем в такие моменты, что музыка движется. Что музыка есть жизнь, движение. Это так похоже на состояние, вот, один комментатор Сельма Лагернов заметил, что у нее самое важное, самое поразительное, да, событие происходит на пороге. На пороге комнаты, на пороге дома. Вот это вот кадансирование, замедление на пороге нового раздела, оно очень, оно жизненное, да, и не только литературное. Это вот изумление, ожидание, напряжение, ожидание чего-то нового, неизвестного, возможно, пугающего. Для этого нужны расширения в кадансах, на стыке разделов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok